Всем добрый день! Обычная электричка идет, надеюсь меня слышно. Сегодня у нас пятница, даже еще наверное утро скорее. Но несмотря на то, что сегодня последний рабочий день, ну скажем так, работу никто не отменял, поэтому я еду по делам. У нас похолодало, вчера еще и дождь шел, ну где-то часа три, наверное, такой приличный. Поэтому как-то вот листва облетело и уже вот так плотным ковром легла. Вот, ну что, еду я, как я сказала уже, по работе и приглашаю вас с собой. Приглашаю, потому что я еду, я думаю, интересное место, и я думаю, что найдется, что там показать. Кстати, я познакомилась с каналом, по-моему, он называется «Гуляем с Юляшей». Женщин очень много тоже гуляет по Москве, очень интересно рассказывает. Я оставлю ссылочку на ее канал под своим видео. Ну а сейчас не скажу, куда едем, пусть будет интрига. Ну что, поехали. Ну что, я доехала. Митро Чеховская, Пушкинская площадь, Известия, издательство и кинотеатр «Россия». Правда, он теперь так не называется. И пойдем мы с вами... Извините, прервал меня звонок. Кстати, пошел дождь, пока я тут разговаривала. Пойдем мы сейчас с вами вот в ту сторону, на Большую Дмитровку. Вот, и думаю, что и там будет что показать, и на обратном пути. Еще плюс я подробно зайду на Пушкинскую площадь и покажу вам и фонтан там, и памятник. И поближе покажу с фасада Россию. Покажу вам немножко общий вид Большой Дмитровки. Помните, как неудобно остаться? Дождь. Дождь идет, пришлось открыть зону. Вот так она украшена. Не знаю, как, насколько хорошо видно. Здесь видно, что-то, правда, отрылась и бегут, или что. Не знаю. И вот туда дальше я иду. Сначала сейчас пройду я по этой стороне, а обратно пойду по другой, покажу вам другую сторону. Честно скажу, специально не готовилась. к походу по такому, в плане того, что там не выясняла, чего тут находится. Просто вот еду, показываю вам улицу. Вот это, по-моему, музыкальный театр Неславского, если не ошибаюсь. Сейчас мы подойдем поближе, я вам покажу. Да, действительно, это театр, такие афиши, так оформлены. Но это я, когда пойду обратно по другой стороне, я вам более подробно покажу это здание. Сейчас вот посмотрим на здание с той стороны. Даже не знаю, что сказать, я по этой улице, в принципе, никогда не ходила. Первый раз тут. Какие фонарики. Сейчас я покажу, что это. Да. Вот написано. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича дачи. Вот вход в театр. Вот такое здание красивое. Естественно, здание старое. Вот. Ну и вот такой немножко вид на улицу. Вот Совет Федерации у нас тут. Ну все, я пошла, я уже подошла до своей точки рабочей. Включусь чуть позже. Еще один красивый дом. Вот этот тут, смотрите, какой красивый. В общем, изменяется, курсовод еще тот, конечно. Ну, давайте просто прогуляемся вместе. Просто покажу красивые дома. А что остается делать? Конечно, есть вот та же вот... Вот здесь вот видите, что здесь написано. Неоднократно выступал. Церквичами, докладами. Владимир Членин. Конечно, вот канал Гуляем с Юляшей, то, что я вначале говорила. Там совсем по-другому преподносит информация. Вот, но, к сожалению, я не такая. Вот, все. Вот теперь я уже точно дошла. И, в принципе, вот вам общий вид. Пойду поработаю немного. Ну что, возвращаемся мы в сторону Пушкинской. Вернее, я буду возвращаться сейчас в сторону Страстного бульвара, скажем так. И зайдем с вами на этот бульварчик. Я знаю, что там есть два памятника. Покажу памятники, расскажу кому. Неудобно, конечно, все это держать. Вот с обратной стороны показываю. Сейчас подойду к театру, покажу его поближе. Ну вот, скажем так, взгляд с другой стороны. Вот так оформлен театр музыкальный. Здание большое у них. Вот туда далеко, далеко уходит. Тут большое здание они занимают. Вот, так что с этой стороны так получше можно посмотреть. Вот, ну что, дождик идет. Пойдемте дальше. Ну, немножко повернула в переулок. Называется Петровский переулок. Думаю, что я здесь пройду сейчас к Страстному. Вот там впереди церковушка. Такие красивые балкончики на этом доме. Ну вот, не знаю сейчас. Но я думаю, что я как раз вот выйду по нему, к Страстному бульвару. Только с другой стороны. Еще такой домик красивый. Вот, ну. А, вот что-то такое. А, российское. Сейчас покажу вам дом красивый. Тоже, наверное, какая-то бывшая усадьба. Сейчас покажу поближе. Российское военно-историческое общество. Красивый домик. Да? Вот, сейчас покажу поближе. Такой там, как это называется, мезонин, наверное. Пошла во двор этого военно-исторического общества. Смотрите, какая красота. Вот такой медведь. Сейчас я вам прочитаю, что это за медведь. Медведь. Исторический медведь является одним из общепризнанных символов России. Эта скульптура, точная копия монумента, переданного в дар России и Филиппинам в рамках саммита Азиатского Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вот. Вот здесь у них кафешечка стоит. Поближе покажу вам. Смотрите, какое здание красивое. Пушечка там такая стоит. А вот это, если честно, я не знаю, кто это. Ну, кто-то из наших, наверное, военных историков. Не знаю, что-то ничего не написано. Сейчас я поищу, конечно. Может, кто-то узнает, кто это. Ничего не написано. Вот. И еще, тут еще один памятник. Сейчас я вам покажу. Так красиво все подстрижено. Вот. И еще покажу вот такой памятник. Смотрите, какая замечательная собака. Где-то памятник. Сейчас я вам прочитаю, потому что здесь, видите, очень плохо видно. Поэтому я вам зачитаю. Российское военно-историческое общество. Фронтовой собаки. 1941-1945 год. Годы Великой Отечественной войны. Фронтовые собаки подорвали более 300 фашистских танков, доставили свыше 120 тысяч боевых донесений, вынесли с поля боя около 700 тысяч раненых. Вот стоит такой памятник. Ну все. Видите, я даже что нашла интересного. Пошли дальше. Смотрите, какой теремок стоит. Не знаю, что это такое. Сейчас подойду поближе, попробую перейти на ту сторону и прочитаю, что это. А, вон там написано. Театр. Чего? Не знаю. Сейчас, в общем, посмотрите, какой красивый. Сейчас подойду, посмотрю поближе, что это такое. Перешла на ту сторону. Смотрите, какой красивый дом. Не знаю. Может быть, это и новострой, конечно. Но очень красиво. Вот там вот особнячок стоит. Вот сейчас я вам прочитаю, что это такое. Пока вам покажу вам такие вот окошки. Там изразцы. Давайте прочитаем. Русский драматический театр. Ф.А. Корша. Архитектор Чичагов. С 1885 по 1932 работали артисты Кторов, Москвин, Яблочкин и другие. Охраняется государством. Это вот такое историческое здание. А сейчас посмотрим, что там сейчас находится. Сейчас здесь находится театр нации. Смотрите, какие красивые изразцы. Вот старая надпись. Театр Корша. Театр наций. Ну вот я вернулась на другую сторону. Вот и сейчас пойду. Смотрите, какие красивые. Оформленные окошки. Пойду вот туда. Там вот, смотрите, красивые дома. Здесь вот дом реставрируется. Я поэтому сюда и перешла. Такие вот дома. Там цитушечка. Наверное, может быть, может быть, жилые. Не знаю. Все равно красиво. А вот там, я так понимаю, уже новострой стоит. А там вот, смотрите, там целый квартал таких домов. А вот здесь, сейчас посмотрим. Здесь какая-то памятная доска. Сейчас я подойду, вам покажу. Ну вот я, в принципе, так и думала. Сейчас, правда, очень хорошо видно. Как-то темновато. Я вам прочитаю. В этом доме с 1918 года по 1923 год жил и работал выдачный советский поэт Сергей Александрович Есенин. Вот так много интересного узнаешь, повернув переулок. И вот еще одна памятная доска. В этом доме жила народный Антийский СССР Мария Ивановна Бабанова. 1933, а после 2063, плохо видно цедаты. Ну вот, видите, еще и нашла. Ну вот я вышла на улицу Петровка. Сейчас я вам немножко покажу ее. И, наверное, я вот этот свой рассказ, вот эту свою прогулку разделю на две части. Потому что сейчас мы пойдем в сторону Страстного бульвара. Я думаю, что там тоже будет много чего интересного. Вот, поэтому продолжение следует. На этом я, наверное, первую часть свою закончу. Это вот улица Петровка. Спасибо. Спасибо.